Девушки отдыхают Поговорить о ваших проблемах Что там у тебя с этим Робертом? Не надо, пап Забудь Почему? Я хочу знать, что там у вас происходит Ладно, я расскажу Только обещай, что в школу не поедешь Почему? Потому что все дети думают, что я ничего не могу сделать без родителей Но мы оба знаем, что это неправда Мама все время ходит следом, как за мелким Мне реально это надоело Все надо мной смеются Абсолютно все И что, поэтому надо драться? Вообще-то да Будет еще хуже, если ты туда приедешь Понял Хорошо, я не поеду Не поеду Ладно, остановись на обороты Давай, давай Гол Мы будем ждать Я и наш город Мы будем ждать Медленно, скоро Я смотрю в твои глаза Мне так хочется в них раствориться Уснуть навсегда Во мне тишина Она накрывает волной Я всегда буду рядом с тобой Кто, если не я? Кто, если не я? Мы, ребята, прочесали весь этот травмпункт Там была только эта старуха, но я там прекрасно знаю У нее с головой не все в порядке, но она абсолютно без обид Ясно А другие зацепки есть? Послушай, а ты не думаешь, что Никита мог просто сбежать? Думаю, но в том деле, который я у тебя просил, пацан тоже мог просто сбежать Стоп, 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 стоп Ты что, серию подозреваешь? Я знаю одно Наши ребята явно что-то упустили тогда, пять лет назад Я хочу допросить родителей этого мальчика Никиты Ты что, издеваешься? Денис, на каком основании ты будешь беспокойся? Допрашивать будет твой человек, я просто поприсутствую Той балдел, что ли? А сами не справимся, да? Давай по честному? Давай В этом деле слишком много вопросов Ответу с Гойкин нос Сергей Николаевич Денис Сергеевич Здравствуйте, я Степин Здравствуйте По какой схеме работаем? Вы работаете, я вам не мешаю Понятно, ну, идемте Так, сейчас Мы с Русиком полгода назад развелись, и я Никиту себе забрала А вашего супруга лишили родительских прав? Да нет, нет, зачем? Просто Никите лучше со мной, чем с таким отцом Ясно Это она, это, это она ведьма старая, во всем виновата Простите, кто? А, свекровь моя, бывшая Это она Никиту украла Она все время сына своего выгораживала Говорила, что при хорошей жене муж пить не станет А после развода она все время требовала Никиту Говорила, что мы, мы тоже его семья, ты не имеешь права А потом взяла и украла моего сына А можно адресочек вашей свекрови? Так, так она с ним живет Этот сволочь просто пересел с одной женской шеи на другую Вы этого Русика Пименова допрашивали? Русика этого найти нигде нельзя Ну, да это обычная бытовуха Мать не дает видеться с сыном, отец его где-то выкрал Они тусуются, играют себе в приставку, едят курсаны шоколадом Что-то непонятное Если версия не подтвердится, сообщайте с Дяпину Ну, это просто само собой разумеется Денис Сергеевич, вопросик можно? А это у тебя по службе или лично? Ищу зацепки По старому делу о похищении Марка Клочко Ничего не слышал? Клочко, Клочко А, Клочко, ну, конечно, слышал Прибегала мать сумасшедшая с заявлением Что, мол, увидела сына своего пропавшего по телевизору В выпуске новостей В Латвии А почему заявление не дали ход? Ну, я начальство уведомил, они не нашли веских оснований Ну, как не нашли? Пропал ребенок, его никто не хочет искать Ни тогда, ни сейчас Денис Сергеевич, у нас все так происходит Слушай, Острябин тебе ничего не говорил про участкового, который лел дело Марка Клочко А, Николаенко? Да, он уволился, да Нет, ну, адресок, конечно, у меня есть, если хочешь Поедем, конечно, но я не знаю Я сам Тимофей, иди сюда Ну, пошли домой Домой пошли Дядь, пойдем домой Что? Завис? Оглох, что ли? Звонок уже был Я не буду с тобой драться Мне надоело, что ты ведешь себя, как больной какой-то Серьезно, Роберт Мне реально это надоело Ну, послушай ты меня Ну, я тебе говорю, у меня сына украли Слышишь ты меня или нет? Да он форму образец на стене Заполняй заявление Слушай, ты человек или нет? У меня сына украли Какой заполнять? Искать его нужно Никита, Пеменов, рост метр тридцать два Глаза карие, волосы каштановые Давайте, включайтесь Как ты говоришь? Пеменов, Никита Пеменов Пеменов, Никита Это, что ли? Да, он И вы утверждаете, что его украли именно у вас, да? У меня... А кто подал? Бросить Ясно Привет 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 Я все проверила. Полина Андреевна, вы утверждаете, что этот мальчик ваш сын? Да, он пропал пять лет назад. Ребенок усыновлен целиком и полностью законно. Приемные родители предоставили все необходимые документы и прошли процедуру. По решению суда этот ребенок гражданин Латвии. Маркус Вилциниш. И тут я вам не смогу помочь. А кто может адвокат? Да, я забрал Никиту из больницы на детскую площадку. Так. Он пошел гулять. Я сел на лавочке, ну, чтобы его видеть. Потом друзья подтянулись. Какие друзья? Ну, наши, со двора. У нас разговор был серьезный. А потом... Я оборачиваюсь. А Никитоса нет. И все. И все. И никто больше ничего не видел. С моих никто ничего не видел. Угу. Ну что ж. Я не буду больше тратить времени. И спрашиваю тебя, зачем ты украл собственного сына? Да послушай, я не крал его, я просто хотел его убить. А ну сядь! Пименов. Я не Пименов, а Тименов. Хорошо, учтем. Значит так, адрес, где это было. Точное время. Имена и фамилии свидетелей. Что ж? Весь двор? Весь двор. Итак. Слава Симоненко. Так. Как это понять, что вы не приедете? Мы же договорились. И я хочу с вами поговорить о поведении Маркуса. У меня уже есть информация о том конфликте в раздевалке. Я разочарован в нем. Мы ничего подобного от него не ждали. Маркус нормальный мальчишка. Подождите. Если бы он был простым учеником, мы бы уже давно исключили его из школы. Я в курсе конфликта с одноклассниками. Но он все же поднимает руку. Ваша жена предупредила меня о его диагнозе. И именно поэтому я и администрация школы относимся к нему с пониманием. Нет-нет, я звоню вам лишь для того, чтобы предупредить вас, что это... Да, это последний раз. А не даже так. Полина Андреевна, а вы на сегодня уже все? Да, но мне надо кое-что найти в интернете. А что вы ищете, если не секрет? Адвоката по семейным делам. Я не понимаю, где его искать. Ну, вы знаете, мне кажется, для начала надо спросить у знакомых. У коллег. А у вас есть адвокат? Представляете, да? Проверенный? Не то слово. Ну, во всяком случае, мне так говорили. Сейчас... Вот... Серьезно? Спасибо. Да что вы, не за что. Спасибо вам большое. А зачем вам адвокат? Потом все расскажу. Алло, здравствуйте. Меня зовут Полина, я от Антона Олеговича. Да, мне вас порекомендовали. Да нет, Дэн, мы не там копаем. У меня вообще сложилось какое-то странное впечатление, что мы в каком-то бразильском сериале. Честное слово, эти семейные отношения, там черт ногу сломят. Это Пименова неадекватная. Муж у нее алкаш, этот Пименов. Слушай, а вот эта спортплощадка здоровья. Если бы над ними летающая тарелка пролетала, они бы не заметили. Но все утверждают, что видели какого-то незнакомого мужчину, который был с собачкой. С собачкой? Да, какой-то мелкий, невзрачный, ориентировочно белого цвета. В общем, он подходил к Никитке, о чем-то с ним говорил. Ориентировку разослали? На кого? На собачку. Ну, конечно. На мужчину разослали, а там ждем. Хорошо, значит ждем. Слушай, отдай-ка мне адресок этого Пименова. Я же с ним говорил. Я лично хочу его допросить. Слушай, хорошо, если, конечно, у тебя есть желание. Тем более, Стряпин дал тебе зеленый свет. Так, а адресок у меня в кабинете. Идем. Слушай, да с этими похищениями каждый раз. Вот в прошлом квартале. Мальчик сбежал из семьи, бродяжничал. Его поймали, определили в приемник, потом в детский дом. И оттуда установили в Лондон. А мы вернули его в семью. Представляете? Да, скажите. Значит, правильно я понимаю, мы с вами должны составить заявление и отнести его в суд. Да? Мое кредо решать вопросы полюбовно. Без суда. Вы меня понимаете? Да, я понимаю. Итак, договор на предоставление юридических услуг. И, конечно, необходим будет небольшой аванс на сопутствующие расходы. Конечно. Сколько? Поиск людей, поиск архивных материалов, звонки в Латвию. И, конечно же, необходима будет личная встреча с семьей мальчиков. В долларах. Такой вариант вас устроит? Милая, я хочу, чтобы ты не лезла в дела Маркуса. Извини, что? Ты поняла, о чем я говорю. Маркус отлично со всем справляется, а ты ходишь за ним следом, как какая-то... Не знаю. Ты упрекаешь меня в том, что я забочусь о своем ребенке? Нет же. Упрекаю в том, что ты в школе всем рассказала о диагнозе. Он еще не подтвержден. Но теперь все думают, что он больной. Ты поставила клеймо. Я хотела, чтобы к нему относились по-особенному. Он не говорит. Он плохо говорил. И читал он плохо. К нему относятся по-особому. Латыш, ты не первый для него язык. Ты должна это понимать. Поступим так. Тему диагноза мы больше не обсуждаем. Если хочешь, чтобы у нашего мальчика все было в порядке, пожалуйста, перестань его делать более больным, чем он есть в глазах других. Женщины. Нам удалось установить, что ваш Марк и Маркус, это один и тот же ребенок. Цепочка следующая. Сначала он был Марком Пачко, затем в детском доме ему дали фамилию Бабушкин, а установила его семья Вилцыш. Какой детский дом? Мы проверяли все детские дома. Документы на выезд за границу, выданные в детском доме Солнцегорска. Где это? Правда, даты рождения там не совпадают. Я думаю, вот что. Его чем-то накачали, он ничего не помнил, ему дали новое имя и фамилию и выдали свидетельство о рождении. Полина Андреевна, простите меня за вопрос, а у Марка был диагноз ЗПР? Затяжка психического развития? Нет, конечно, он здоровый. Ясно. Так что, ну, какие наши дальнейшие действия? Ситуация сложная. Мы должны тщательно продумывать каждый наш шаг. Так, я надеюсь, вы не пытались связаться с приемными родителями Марка? Полина Андреевна, я прошу вас впредь согласовывать со мной каждое свое действие. Вам понятно это? Нет, непонятно, Денис Сергеевич. Я уже полагалась на ваших коллег пять лет назад. Мне сказали, что мой сын и сказали, что его больше нет. Дело закрыли. Поэтому я буду его искать, нравится вам это или нет. Вы совершаете ошибку. Так а сколько ждать? Сколько? Мне пора. Извините. Спасибо. Я заехала за ней в школу. Они с подружкой входят в какой-то английский клуб. Репетируют там какую-то песню. Я говорю, так поехали к нам репетировать. Они мне нет, мы поедем к Маше или к Даче, потому что у нее есть пианино. В итоге они к нам дому не поехали. Вот отлично. Значит, у нас есть время по-моему. Так она трубку не берет. Ну, ребенок занят делом. Ты представляешь, что она поет, а тут ты звонишь. Так. Надо перевезти его другую школу. Пять лет назад вы допрашивали свидетелей по делу Марка Клочко. Слушай, я уже давно увалился с этой службы. Что ты хочешь? Ребенка нашли. Дело возобновлено. Все, кто был к нему причастен, снова под подозрением. Ребенка украли легко. Так никаких следов, никаких свидетелей. Это до участковым было. Особо ничего не знал. Дело операцию забрали. Да. Могу сказать только одно. Что-то продуманное, отработанное, четкое схема. Да, да, да. Я все документы уже отправила. Угу. Когда мне подъехать? Ну, чтоб проплатить. Хорошо. Я поняла. Конечно же, Юлечка с нетерпением ждет. Она мечтает учиться в вашем престижном лицее. Хорошо, я поняла. Я буду ждать вашего звонка. Спасибо. До связи. Мама! А что это было? А почему ты не в школе? Не ко второму уроку. Ну? Что ну? Что? Ты прекрасно все сама слышала. Я перевожу тебя из этой общеобразовательной помойки в престижный лицейст с экономическим уклоном. Приличные дети. Отличные педагоги. Роскошная зеленая площадка. Даже с собственным бассейном. Мам, ты серьезно? Конечно. Какой уклон? Какой, блин, бассейн? Я языки хочу учить. Ой, Господи. И потом будешь всю жизнь как эта твоя Полина Андреевна тетрадки проверять? Мам, лингвистика – это не тетрадки проверять. Это наука. Так, все, не ворочай ли голос со своей наукой. Я твоя мать. И я знаю, как тебе будет лучше. Наука. Все, пожалуйста, умываться, завтракать и в школу. Ты хотела скатать на помойку? Да, мам, конечно. Конечно. Интересная получается ситуация. Пять лет искали, ничего не нашли. И тут вдруг мать утверждает, что ее сын жив, здоров и усыновлен в Латвии. Так точно. Денисов, это ж личное. Борис Борисович, ну, при чем здесь личное, неличное? Я говорю о том, что это серия. Ну, давай, то есть, знакомо. В должности я тебя восстановить не могу. Пока не могу. Рано еще понимать. Я и не прошу, Борис Борисович, дайте мне человека с корочкой. Мне же людей допрашивать, архивы поднимать. Оснований для возобновления дела более чем достаточно, а полномочий у меня нет. Да где же я этих людей возьму? У меня все толковые предели. А мне передвиги не нужны. Нужен такой, чтобы просто не мешал. Есть один такой. Все ноет, что в кабинете засиделся. На землю просится. Алло? Комар? Значит так, Комар, залети-ка ко мне в кабинет. Откровенно говоря, я удивлен. Я был уверен, что усыновленный мальчик – сирота. Но все документы у нас ведь правильно оформлены? Да. Но если бы при усыновлении ты привлек меня, меня или кого-нибудь другого, у тебя бы не возникли такие вопросы. Да, я понимаю. Но тот адвокат настоял, чтобы я сотрудничал, только с ним. Если его мать переедет сюда, она сможет забрать Маркуса? Законного основания для этого нет. Но если окажется, что она простая учительница, которая когда-то потеряла своего сына, я боюсь, что она будет стараться тебя найти. только не говори, Лидия. Не говори. Валюнин своеобразный, но с головой, то вы и сработаетесь. Попробуем. Разрешите? О, Комар, залетай. Сэр, чё, кого? Капитан Глеб Комаров. Познакомься, это наш бывший коллега. Денисов Денис Сергеевич. Звание майора, между прочим. Так что гляди уважение. Комар. Очень приятно, Комар. Ну что, Денис, веди парня в курс дела. Я тебе для этого не нужен. Прогуляйтесь. Хорошо. Спасибо за помощь, Борис Борисович. Комар, уши гостя не прожужжи. Борис Борисович. Вот, чё потом? Потом я закончил институт с красным дипломом. Я всё собирался ловить хакеров мирового масштаба. А получается, ловлю хакеров на минимал. Так себе легенда. Так чё, кто ещё в нашей опергруппе? Никого. Только ты и я. Пушка. Так чё, какие будут дальнейшие указания? Напарник. Полина Андреевна, давайте ещё разок побудем подружками. Очень надо. Давай. Вы знаете о том, что мама решила перевести меня в другую школу? Знаю. Так вот, я этого не хочу. Мне нравится эта школа. Очень. А ещё мне не нравится, что мама всё решает за меня. Юлечка, пока ты несовершеннолетняя, она имеет право решать за тебя. А я, значит, пустое место? Только вы мне не как учитель скажите, я как подруга. Как подруга тебе говорю, ты не пустое место. Но мы с тобой ничего не можем поделать. А папа? Он может ей помешать? Я думаю, то, что тебе нужно поговорить с папой лично. А он поймёт меня? Ну почему нет? Вы сейчас начали общаться с ним. Я думаю, если ты ему скажешь о своей проблеме, о своих желаниях, то он тебя поймёт. И постарается помочь. Ну пока, Варусь. Спасибо. Всё, я пошла. Чего вы ходите? Вам что, заняться нечем? Работу делаете? Детей ищите? Или денег-то? А? Так, Пименов, успокойся и отвечай на вопросы. Я же вам объяснял, я не крал сына, это у меня его украли. Ты увёл из поликлиники сына, не предупредив мать. Да какая она мать? Она не даёт мне видеться сыном. А я люблю его. У неё случился сердечный приступ. Теперь это можно классифицировать как покушение на убийство. Ты это понимаешь? Как она? Накануне. С тобой кто-нибудь говорил? Мужик один. Так слово за слово зацепились. Потом о семье базар пошёл. Он говорит, мол, твой сын девкой растёт, потому что его Нинка воспитывает. А откуда он узнал, как зовут твою бывшую супругу? Когда ты привёл Никиту на площадку, что произошло? Ну, вспоминай. Собака у него была. Угу. Такая маленькая. Белая. Симпатичная. Ты этого мужика можешь описать? Мужика? Мужика. Невысокий. Ни худой, ни толстый. Я не знаю. Ну, а лицо у него какое? Какие-то особые приметы. Там... Вот такие. Глаза вот такие. Резкие. Алло, пап, смотри, я возле твоего... Как нет? Григорий? Извините, я, наверное, не туда попала. До свидания. Алло, пап. Извините. Алло, пап, смотри. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, значит, художественный колледж участвовал в выставках, но недавно судимости нет и... День Сергеевич, вы знаете, никогда никого не... Не допрашивал? Не допрашивал? Ладно, не боись. Допрашивать буду я. Удостоверение? Лицо. Лицо. Как он там оказался? Это мы у вас хотели спросить. Когда Марк исчез, меня вообще в городе не было. А с Полиной мы развились давно. Пап, на сына я не претендовал. Вы что, меня подозреваете? Да. Вы же могли это сделать за деньги. Капитан Комаров, пробейте налоговой декларацией. Час. Вот. Никаких больших сумм задекларировано не было. Прекрасно. Вспомните, что было пять лет назад. Накануне похищения с вами кто-нибудь говорил о сыне? Слушайте, ну это давно было. Вспоминайте. Это в ваших интересах. Затесался к нам в компанию какой-то тип, не художник. Все пургу какую-то нес. Мол, забери ее сына, пускай твоя бывшая тебе элементы платит, а не ты ей. Короче, я его послал. Равнодушен я к детям. Описать этого человека сможете? Ну не помню я, не помню. Ну какой-то образ... Не помню. Скажите, а вот... Из города никуда не уезжайте. Погнали. Может, сходим куда-то перекусим? Капитан Комаров, давайте договоримся на берегу. Вопросы здесь буду задавать я. Так а... А обед по расписанию? Принятый. Спасибо, что подвезли. Счастливо. Денис Сергеевич. Послушайте, я понял, как за ночь собрать данные по детям, усыновленным за рубеж с диагнозом ЗПР за последние лет пять. Отличная идея. Я тоже так думаю. Тогда до завтра. До завтра. Да, Катя. Прости, прости. У меня еще одно дело. Давай я тебе позже позвоню. Хорошо. Денис Сергеевич. Есть какие-то новости про Марка? Да. Мы проверили документы на опекунство. И... Они оформлены верно. Все законно. Наш единственный шанс доказать, что Марк Клочко и Марк Бабушкин один и тот же ребенок. Я понимаю, что все продвигается не так быстро, как хотелось бы, но вернусь сейчас Марка невозможно. Хорошо, я вас услышала. Но, к сожалению, мне это не подходит. Я уже проконсультировалась с адвокатом. Мне сказали, что в личном порядке можно решить вопрос гораздо быстрее. Я нашла уже школу в Риге, в которой учится Марк. Я нашла его... Я нашла Лидию. В общем, я еду. Даже не думайте. Во-первых, формально Марк принадлежит им. Во-вторых... Во-вторых, я его настоящая мать. И я без дела сидеть не собираюсь. Если вы меня не понимаете, вы меня не понимаете. Я в вашей помощи больше не нуждаюсь. Полина Андреевна, я... Я не буду снять деньги. Здесь чуть-чуть. Всё. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ